Задача, решение которой пока недоступно. На площадке ОНФ с округлым столом обсудили проблему организации парковок для инвалидов. Общественники тщательно изучили вопрос, провели рейды по учреждениям соцсферы, подытожили материал. Парковки для инвалидов не предусмотрены у коррекционных школ и поликлиник Ивановской области. Мой ребенок ходил в одну из этих школ, где показывалась, да, действительно там неудобно. Ну, понимаете как, вот я тоже заметила, департаменты начинают друг на друга скидывать. У меня тоже, вот я идя сюда на этот круглый стол, у меня самый главный вопрос был, кому мы можем, кто за это в конечном итоге отвечает. Поликлиник номер 12 Куконковых. Тут, соответственно, есть некоторые места для инвалидов около торгового центра, который рядом расположен. Опять же, непосредственно около поликлиники торговочных мест нет. Областная поликлиника здесь оборудована, здесь есть знаки, есть разметка, но, однако, не все автомобили имеют специальное обозначение, которые там паркуются. И, соответственно, за этим не следят. Поликлиника первая, парковка есть и знаков нет. Это уже красный зорик, рабочий поселок. Так, и самое вот интересное, это детская стоматологическая поликлиника Настанка. У нас здесь есть замечательный такой знак парковка для инвалидов, который показывает на ход учреждения. И, в общем-то, непонятно, как на это реагировать, допустим, с точки зрения водителя. Инициировать установку знаков должны и руководители учреждений, и профильные департаменты. Например, у медучреждений департамент здравоохранения. Но если земля принадлежит городу, какой спрос с областного ведомства? Вы же видите вот эти здания, где здесь парковку сделаешь? А как доступность обеспечить? Подъезжать, подъезжать к лицу лечебного учреждения. А если родители ребенка, машины не отдают? Нет, ну так это нужно с администрацией города решать. В принципе, по наличию парковочных мест, а уже в частности, потом уже разметку, да, носить. Четкого и понятного алгоритма, кто должен обеспечить доступную среду и установить знаки везде, где это необходимо, нет. Прокуратура и ГИБДД пристальное внимание в этом году уделили парковкам у торговых центров. За 10 месяцев сотрудниками ДПС составлено 267 материалов о привлечении к административной ответственности. Парковки были для инвалидов, но было либо больше, либо меньше, либо отсутствовали какие-нибудь знаки. А именно знаки парковка для инвалидов и табличка непосредственно, что инвалид там должен. И отсутствовала горизонтальная дорожная разметка. По результатам этой проверки было вынесено представление собственникам данных торговых центров, где они эти знаки усыновили и привели в порядок. Дальше. Чтобы установить дорожные знаки, они должны иметь как бы юридическую силу, чтобы сотрудник ГИБДД законно привлек товарища водителя, там гражданина, да, к ответственности и выписал штраф. Соответственно, должен быть разработан проект организации дорожного движения, где с управлением благоустройства согласован. И соответственно, этого уже будет инспектор работать. К слову, не у всех торговых центров знак парковка для инвалидов зарегистрирован. Чтобы этот пробел устранить заинтересованные граждане, чаще это люди с ограниченными возможностями здоровья или их близкие, должны обратиться в прокуратуру, чтобы надзорный орган обязал руководство магазина знак узаконить. Получается, что доступную среду в Ивановской области нужно в буквальном смысле выбивать, пройдя не один бюрократический круг ада и столкнувшись с непониманием окружающих. Женщина, у которой сын инвалид, попросила управляющую компанию установить панду со второго этажа по первый, для того, чтобы не носить его на руках. А соответственно, сын у нее инвалид, ему 21 год. То есть, женщина хрупкая, даже поменьше ростом, чем я. Управляющая компания сказала, что мы можем это сделать, но нужно общее собрание собственников провести. На что собственники отказали. То есть, вообще хотелось бы выехать на место и лично в глаза этим людям посмотреть. Чтобы организовать парковочное место на придомовой территории, тоже потребуется собрание собственников. Также организатору необходимо изготовить схему размещения и согласовать все с управлением благоустройства. И снова, механизм в Ивановской области не отработан. Хотя, казалось бы, доступная среда для инвалида должна начинаться там, где он чаще всего бывает. То есть, со двора собственного дома. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.